Совсем недавно в Рыбно-Слободском районе должен был пройти кубок Татарстана по трофе-рейдам Распутье, но гонки по бездорожью пришлось отменить. Причина этому – нахождение медвежьих следов по маршруту соревнования. Лежанок – мест для сна бурых хищников – оказалось слишком много, и проведение соревнований стало опасным. В целом, выбор такого места обитания, как Татарстан, с научной точки зрения, вполне объясним. Ведь лесистость республики составляет 17%. Опасно лишь то, что в последнее время люди стали замечать медведей и на улицах города. Республика Татарстан располагается в Среднем Повозье, как раз в том месте, где соприкасается или происходит переход двух больших природно-географических зон. Во-первых, это Южная Тайга, и во-вторых, это Северная Лесостепия. И в этом отношении, конечно, лесистость нашей республики позволяет, особенно северные регионы нашей республики, позволяет здесь обитать в том числе и медведям. Поэтому медведь в нашей республике – это не экзотический вид. Это вид, который исконно обитал в таежных лесах. И поэтому встреча его в республике Татарстан – это, так сказать, далеко не случайность. По причине увеличения численности бурых медведей властями Татарстана начал обсуждаться вопрос исключения животного из Красной книги республики. Эксперты связывают нахождение медведей рядом с людьми с тем, что в лесах становится слишком мало корма из-за увеличения трасс и вырубки деревьев. А большое количество нелегальных свалок растет, что и дает зверю повод выйти из своего родного жилища. Исключение из списка охраняемых животных поможет сделать обстановку для жителей Татарстана безопаснее, ведь это позволит спугнуть медведя ружьем. Вот сейчас в университете научной общественности обсуждается вопрос по поводу вывода из Красной книги бурого медведя. И это не случайно. Это не значит, что медведя мы выведем из Красной книги, он сразу станет охотничьим объектом. Нет, не об этом речь идет. Не будут его стрелять, как это иногда нас предостерегает уж самые рьяные охотники, защитники природы и так далее. Но вывести его все-таки придется, потому что в тех случаях, когда этот хищник заходит на территорию населенных пунктов, когда он вот таким образом представляет опасность и угрозу для жизни людей, а жизнь людей для нас это превыше всего, поэтому его не могут в него стрелять, хотя бы чтобы его отпугнуть. Это не значит, что его должны убить, а хотя бы спугать, чтобы он ушел, покинул это место. Как вести себя, если неожиданно встретил медведя прямо в городе? В интернете ходит много мифов о том, что нужно просто притвориться мертвым, и тогда животное само уйдет. Но на деле это может закончиться несчастным случаем. Хоть медведь, как правило, не проявляет агрессию, если на него не нападать, осторожность и бдительность нужно сохранять всегда. Самым верным решением для исправления этой проблемы станет бережное отношение к лесам и контроль свалок в республике.